Доброе время суток, посетители портала Virtus.pro.org Мы после ВЦГ находимся, я даже не знаю, как это называется, в каком-то что-то типа... Ресторанном дворике. Да, ресторанном дворике, мне Оля подсказывает. И рядом со мной Ольга Дунаева, А.К. Коза Дереза, капитан нашего коллектива по Dota 2. Привет! Привет! Ну, давай по порядку, как появилась идея создать женскую команду по Dota? Ну, именно, почему выбрали коллектив Virtus.pro и как вообще набирались игроки? Ну, идея пришла с того, что, честно говоря, мне стало скучно и надоело гонять паблики. Ну, ты знаешь, я думаю, что у меня была команда женская в первую Dota и, соответственно, просто на какой-то момент проходил единственный в мире крупный женский турнир в рамках ВДЦ, куда были приглашены женские команды. У нас был инвайт, мы не нашли тогда спонсоров на поездочку. После того, ну, вот этого происшествия мы как-то разошлись, потеряли мотивацию, перестали вместе играть. Какое-то время просто по отдельности там каждая... Ну, кто в паблики играл, кто в другие игры по-разному. Ну, а весной где-то я почувствовала, что скучаю. Именно по команде, по подружкам, по тому, чтобы вместе чему-то учиться, к чему-то приходить. И вот по самому тренировочному процессу, ну, и решила, что пора, значит, собирать себе новую команду, только уже в Dota 2, потому что, ну, в основном все уже играли в Dota 2. Собственно, и приступила к поиску игроков. Изначально взяла девочку, с которой я очень давно играла вместе в первой Dota, это Софи, Соня. И остальных мы набирали по ходу дела. Потом с Соней пришлось распрощаться. Ну, так вот обстоятельства вышли. И последнюю уже добирали Янку, которая тоже со мной играла в первую Dota, которая все лето где-то там отдыхала. И мы ее долго еще ждали, не могли начать тренироваться пятером. Вот. Наконец-то дождались, приехали. Ну, в общем, я ни в ком, ни разу не было такого, чтобы я думала, что в ком-то ошиблась, или там, что хотела бы другой себе состав. Очень довольна всеми своими девочками. И в Virtus.pro мы пошли просто потому, что запахло какими-то женскими ланами. То есть началась какая-то движуха, много уже, достаточно много женских команд появляется. В СНГ там порядка пяти-шести команд, две команды в Бразилии. Но это из тех, с кем мы поддерживаем связь и периодически играем. Ну и понятное дело, что, в принципе, играющих девушек стало очень много по сравнению с первой Dota. А раз много команд, раз появился какой-никакой онлайн женский, значит будет появляться и лан. И дай бог, потому что женский КС был весьма популярен, так чем мы хожем. Поэтому, собственно, и захотелось найти уже хорошую организацию, спонсора, и мы пошли в Virtus.pro. Да, исчерпывающий ответ. Немножко поподробнее о девочках. Я так понимаю, что, ну, Вендетта играла в Counter-Strike до этого. Три остальные девочки тоже из Dota. Или они раньше нигде, ну, на профессиональном уровне не играли, ну, на женском. И просто, просто как-то по личным знакомствам. Ну, вот только недавно тут рассказывала ребятам, как нашли Веронику. Собственно, я просто видела, что она много играет в Dota. И на тот момент, когда они в КС доигрывали свои последние, там, какие-то турниры свои, они ездили в Киев, я не помню, что это за турнир был, она уже даже тогда играла много пабликов. Мне ее посоветовали как очень, ну, трудолюбивую, такую способную девочку. И мне очень понравилось, в принципе, ну, вот, когда я с ней поговорила, то, что она очень хочет играть, она очень приятная, вот, именно в общении. Она человечек очень замечательный. И когда я ей предложила, она прям «хочу, хочу, 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 хочу!» Вот так это было. Ну, и я поняла, что надо брать, раз так хочет. И на самом деле, вот, как я говорю, ни разу не пожалела, она очень прогрессирует, ну, земля и небо, то, что было там месяц или полтора месяца назад, и то, как она играет сейчас. А вот, Мила ушла из Овнитбая в свое время и пришла ко мне. Хотела она тоже, мы там буквально два тест-гейма сыграли, поняли, что она к нам подходит. Мы как раз искали себе трипл кэри, ну, кого-то, да, на трипл, кто фармить будет. Фармит она очень хорошо, много чего понимает. Она в доту играет не так давно, она начинала, ну, у нее парень играет в доту, в мужакал профессиональном. Вот, и она, ну, много очень стримила на AC-капе, там, с кем-то, с кем-то, я не помню, это еще первую доту. То есть, собственно, какой-никакой у нее все-таки не совсем такой паблик, грубо говоря, что-то она все-таки видела, что-то она знает, и с этим уже работать было бы, конечно, проще. А Дашку нашли вообще случайно, я ее видела на одном из ланов в Москве, в X-е проходил ее в нон-про по второй доте, она там приезжала за кого-то поболеть, и я потом уже вспомнила про нее и выясняла через общих знакомых, кто такая, как играет, вот. Ну, и она у нас хорошо такая стоит свою линию, она у нас терпила такая, вот, мы, то есть, четвером любители повоевать, где-нибудь стрячет, такая. А Дашка там стоит против триплей спокойненько себе, фиданула, ладно, убила тоже, ладно, такая вот она очень спокойная, и по характеру, на самом деле, очень подходит эта ее роль. А вот, ну и я и Янка остались. Ну, с Янкой я очень давно играла, и я знаю, что девочка, она девчонка такая, если ей хочется, то она будет много играть, будет стараться. Единственное, конечно, одна проблема, вот я всегда им это тоже говорю, вот у меня ощущение, знаешь, что у Яны, например, за монитором там цирк какой-то идет, ну, представление, не знаю, она играет и так далее в доту, а потом такая, слон, то есть, вот, она что-то может мимо ушей пропустить, вот реально ты ей говоришь, просто мимо ушей пропустишь. Остановилась все на карте. Да, да, типа того, то есть, чего говорили, куда собирать, ничего не слышу, не вижу, но зато, если сосредоточиться, если вот старается, то очень здорово все выходит. Так, хорошо, что-то еще я хотел спросить. А, по поводу как раз-таки, скажем так, приятного общения. Ну, наверняка многие уже зрители слышали про то, как проходят ваши тренировки. Хотелось бы узнать, они проходят так со всех сторон скайпа, или там тишина, а весь звук идет от тебя? Нет, как правило, со всех сторон, только если я ругаюсь, тогда все молчат и слушают, и так все, окей, такие. Нет, иногда спорят, и когда спорим, мы обязательно включаем, смотрим после игры реплей, мы разбираем спорные моменты, это обязательно, вообще мне очень нравится вот эта система, то, что мы, когда не понимаем, как мы проиграли, на каком моменте, мы свои реплей, свои ошибки всегда разбираем. А вот, а по поводу криков это все время, то есть, ну, ты понимаешь, что иначе что-то, я не знаю, вот почему конкретно в этой у меня команде так происходит, но если что-то ты скажешь тихо, то тебя просто не услышат, ну, то есть, ты, боюсь, скажешь кого-то фокусить и скажешь, что это недостаточно громко, все будут бить обы кого разных героев, ну, это, получается, кто влез, кто подровато, то есть, нужно всегда громко, четко координировать, приходится этим заниматься мне. Ну, и в целом, то есть, тот, кто у нас инициирует, тоже всегда громко кричит, ааа, поймала, убиваю, грызи, грызи, ну, ты понял, да, у меня как бы с цензурой. Проскакивает иногда там. Не, ну просто девушки, они очень эмоциональные, поэтому, когда играют, ну, так получается. Ну, вообще, да, могу так от себя добавить, что действительно, там уровень, не уровень, но турниры очень популярны, и уже очень много просят, ну, там, скорее, там, женский турнир какой-то, любят, в общем, доту. Я уж не знаю, почему, но, возможно, кстати, из-за того, что очень разнообразно идут у вас пики, стратегии, ну, то есть, если у ребят, там, мы в основном видим, там, одно и то же, порядка, может быть, 10 игр, там, схожие пики, то девочки всякие барлаки, клокверки, ну, такое, чего вообще не бывает. Вот как раз об этом поподробнее, почему такой сильный разброс, и отдельно про Ченов, почему вообще нету Чена? Неужели так тяжело научить на нем кого-то играть? Ну, конкретно с Ченом тебе так скажу, я просто до этого два года играла в Warcraft, до доты, и я в свое время именно в первую доту в своей команде я отыгрывала на Козей, на Чене, вот. Это были мои герои, но когда я начала во вторую доту собирать команду, на тот момент у меня было наиграно что-то 1300 часов, по-моему, это было там в три раза больше, чем у кого-то там еще есть девочек. И в МИД ходила я просто потому, что до этого у меня 1300 часов пабликов было наиграно в МИДе практически. Вот, сейчас у меня 2000 часов уже, и, ну, пришлось, то есть, слезть со своей роли в лесу, пришлось перейти на МИД, но мне сейчас там уже очень нравится, я уже себя комфортно чувствую, там практически по-королевски, то есть, я все понимаю, все здорово, а как раз-таки какие-то моменты стриплы я уже начала забывать, то есть, вот, ну, как и что мне там правильно делать. Конкретно в нашей команде Чену можно будет ждать после, там, определенных событий, которые, возможно, будут на следующей неделе. Я думаю, мы начнем, да, наигрывать что-то, пробовать новое, просто сейчас мы не начинаем, сам понимаешь, почему, мы стараемся наиграть то, что умеем. И Чену надо будет ждать от Вероники. Один-единственный раз я пикнула Чену Вероники, это выглядело так примерно, идет Вероника, у нее, значит, Кентавр и Урса, мы гангами Бестмастера, я Акаш, там, 7-го или 8-го левела, Бестмастер 4-го. Короче, этого Бестмастера я убиваю в соло, но пока он убегает, у Вероники Кентавр где-то слева за пол экрана делает стам, Урса где-то справа за пол экрана клапает, и Скайп воплит что-то, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот почему-то, да, так и происходит. Короче, лучше без скрипов вообще, чем с скрипами. Да, 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 я уже думаю, знаешь, там, можно там, Ченом в соло-мид приходить, нюху качать, и нормально, и нормально все будет получаться. Ну, кстати, как вариант, ну и немножечко отойдем, наверное, от Доты. Чем вообще занимаешься помимо Доты? Ты сейчас учишься, работаешь, ну или просто какое хобби, как отдыхаешь все-таки, одной Доты, наверное, многовато бывает. Ну, я много где рассказывала, учусь, и работала я вот, ну, только недавно вот уволилась с помощником бухгалтера в одной крупной московской фирме. Поняла, что это не мое, до этого пять лет преподавала детям математику в частном порядке. Вот сейчас буду искать снова себе с Нового года учеников, потому что у меня, ну, я в основном набираю 50-11 класс ЕГЭ, и как раз сезон начинается с Нового года. Вот, это мне очень нравится, поэтому я вообще уже обдумываю на полном серьезе, то, чтобы пойти второй высший получательный преподаватель и идти в школу математику преподавать. Я не ожидал, честно говоря, такого ответа. Я на Мехмате училась. Ну, да, об этом я в курсе, ну, солидно, солидно. Ну, что ж, трам-то там. Пожалуй, все, на этом мои вопросы закончились. С вами был портал Virtus.pro.org, я MailStorm и Ольга Коза-Дереза-Дунаева. Субтитры подогнал «Симон»